Привет друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Ну а прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Поселилась у нас в подъезде новая соседка Альбина. Симпатичная женщина, 37 лет. Развелась с мужем и с двумя детьми переехала в новую квартиру. Мы стали общаться, подружились. И вот недавно она пожаловалась, что мужчины, особенно женатые, проявляют к ней откровенный интерес и очень настойчиво. Это и мужья подруг, и коллеги, и новые знакомые, и даже друзья бывшего мужа. Причем и такие, которым за 50 и даже за 60. Всем им кажется, что одинокая женщина за 30, да еще и с двумя детьми, непременно должна клюнуть на их проявление внимания. Я вспоминала, как несколько лет назад после развода с первым мужем тоже была в такой ситуации. Знакомые мужчины откровенно интересовались, есть ли у меня кто-нибудь, как я одна без мужчины и так далее и тому подобное. Сначала я думала, что это они просто мне сочувствуют. Мол, тяжело женщине без мужчины и в материальном плане, и по хозяйству. Но недолго я пребывала в этом наивном состоянии. Интерес становился все настойчивее и откровеннее. С одним таким знакомым, мужем моей приятельницы, который повадился мне звонить, дошло уже до прямых высказываний. Был он лысый, с пузиком, одет всегда кое-как, частенько без работы, деньги на сигареты просил у жены, но весь на понтах. При этом ему казалось, что я еще чего-то там ломаюсь, когда должна быть счастлива от его предложения. Когда он позвонил в очередной раз и стал снова напрашиваться в гости на ужин, как он говорил, я сказала, да зачем ко мне в гости ходить? Мне мужчина нужен такой, чтобы ипотеку выплачивать помогал, на курорты меня возил, подарки дорогие делал. Только вот где такого найти, ты не знаешь? Знакомый мой что-то там промямлил про корыстных баб, буркнул пока и больше никогда мне не звонил. Эту историю я рассказала Альбине. Теперь она тоже так делает и говорит, что от этих прилипал, избавляется теперь за один раз. А на работе о ней даже слухи стали ходить среди мужской половины, что ей только деньги нужны, так что лучше и не соваться. Друзья, что вы скажете по этому поводу? Уже пусть лучше о девушке ходят подобные слухи, нежели слушать подобные вещи. Ведь как говорят многие люди, побывавшие в отношениях, живите, общайтесь, открывайтесь, сближайтесь. Но не надо строить какие-то планы на каких-то людей, искать какие-то специальные формы людей. Это так не работает. Возможно повезет разок, но при этом раз 20 не повезет так точно.